Добрый день, это Aura Sport. Спасибо, что вы с нами. Тема этого видео – профессиональный спорт и курение. На примере вейпа и кальянов. Мы провели эксперимент. Эксперимент заключался в следующем. Мы купили два устройства, так называемые вейпы. Купили различные смеси, и никотиновые, и безникотиновые. И на протяжении последних трех месяцев я постоянно эти смеси курил. Это не рекомендуется делать ни в коем случае. И смотрели, как по мере курения вейпа менялись мои спортивные результаты. И обязательно делались замеры результатов. Мы эксперимент зафиксировали. Мы замеряли пульс, темп, пройденную дистанцию. Давайте сначала разберем, что такое вообще вейп, что это за жидкости для парения, что такое кальян. Первый поважившийся тюбик. Читаем состав. Содержит никотин. Ну, про никотин вообще тут даже нечего рассказывать. Может вызывать рак и так далее. Также в состав входит пищевой глицерин и пропиленгликоль. На сегодняшний день влияние глицерина на организм человека не изучено в полной мере. Однако это не значит, что если не изучено, то и не вредно. Это может быть и вредно, и очень вредно. Может быть и вредно, но не очень. В большинстве случаев пищевой глицерин хорошо переносит с организмом. Но при длительном использовании могут быть следующие побочные действия. Различные аллергические реакции. Раздражение верхних дыхательных путей и так далее. Пропиленгликоль – это пищевая добавка, она позволяет никотину глубже входить в ваш организм. В целом различные управления безопасностью в Америке и России утверждают, что пропиленгликоль, он безопасен для организма. Все те тысячи, а может быть и миллионы молодых людей, которые продолжают курить вейп, они делают для ученых и медиков большое дело. Именно эти результаты потом станут базой для исследований. Теперь про курение кальяна. Есть как общие черты, например, глицерин, который входит в состав табачных смесей. А есть и отличия. То, что для курения кальяна необходимы угли. Обязательно разжигание углей. И вот в этих углях таится очень большая опасность. Эти самые угли, они при горении выделяют угарный газ. И этот угарный газ отравляет не только ваши легкие, но и каждую клетку вашего организма. Даже если вы не курите кальяна, а просто сидите рядом, а ваш друг курит, вы все равно вдыхаете пары угарного газа. В теории дым, он действительно очищается. Какая-то часть вредных веществ, конечно, задерживается. Но ведь какая-то часть этих вредных веществ попадает в ваши легкие. Еще один важный критерий для сравнения – это табак. Часто табак наполняет различными ароматизаторами. И каждый производитель, борясь за клиента, начинает ухищряться и придумывать все новые и новые вкусы. Так вот, вот эти самые наполнители, ароматизаторы, они очень сильно отравляют организм. Теперь про сам эксперимент. Это несколько моментов перед тем, как мы начнем озвучивать результаты. Это всегда один и тот же маршрут для того, чтобы можно было объективно оценить результат. Во время проведения эксперимента за этот срок погода, конечно, была разная. Поэтому мы не будем рассматривать погоду экстремальную, когда была плюс 30, плюс 35. В основном погода колебалась в коридорах от 17-18 до 25 градусов. Примерно одинаковый набор добавок был все это время. Это и аминокислоты, и креатин, и витамины. Никаких стимуляторов, ни в коем случае никаких внутривенных препаратов. Также замеряли вес, он примерно одинаковый. Он в среднем от 76 до 77 килограммов. Режим сна примерно однородный. В среднем это 8 часов, плюс-минус полчаса. А теперь давайте посмотрим на результаты. Итак, 16 мая, 12 километров было пройдено за 58 минут 10 секунд. На вашем мониторе вы видите частоту сердечных сокращений, темп и другие показатели. Далее, 19 мая, такой же километраж, 58 минут 30 секунд. Дальше идем, 23 мая, 57 минут 46 секунд, 12 километров. Итак, в среднем 58,5 минут, плюс-минус небольшое отклонение, а это среднее время преодоления расстояния мной 12 километров. Суббота, 26 мая, 12 километров, 58 минут 50 секунд. И после этого был куплен как раз вейп. Продолжаем наше исследование и одновременно с этим курим вейп. Вот в июне у нас результаты на 12 километров чуть меньше часа уже. Тут у нас километраж 14 километров и час 0,9. Вот, если суммировать, то мы получим 59,5 минут. 27 июня, 12 километров 59 минут 57 секунд. Как мы видим, результаты уже хуже на минуту с лишним. 4 июля практически такой же результат, 59 минут 49 секунд, 12 километров. Продолжаем наш эксперимент, курим вейп. 25 июля мы не берем в обзор, потому что в этот день было очень жарко, больше 30 градусов. Поэтому результат хуже на 5 минут, но он не является показательным для нас, потому что в этот день было очень жарко. И физически было бежать быстрее затруднительно. Аналогично было 1 августа, мы тоже это в обзор не берем. 7 августа, 12 километров 59 минут 39 секунд. 15 августа, 59 минут 55 секунд. Итак, следующая контрольная точка 25 августа. В этот день последний раз курился вейп. Давайте посмотрим, какие результаты у нас будут после отмены курения вейпа. 3 дня без вейпа. 59,49, 12 километров. То же самое. 1 сентября 12 километров было пройдено за 59 минут 8 секунд. И 5 сентября мы обратно вернулись. Через 10 дней отмены курения вейпа мы обратно вернулись к исходным результатам. И так как мы смогли увидеть в ходе нашего эксперимента, мои результаты ухудшились на полторы минуты на дистанции 12 километров. Однако после того, как курение вейпа было прекращено, мои спортивные результаты стали возвращаться к базовому уровню через 10 дней. С одной стороны, в процентном выражении это, конечно, не очень много, несколько процентов, но в современном спорте, профессиональном, все решают доли секунды. Будь то игровой вид спорта. Если вы, к примеру, футболист, вы просто можете не успеть перекрыть своего оппонента. Это могут быть очень драгоценные секунды. Если вы легкотлет, либо другой вид спорта, где важна выносливость на дистанции, тоже это очень дорогие секунды могут оказаться, а тут целых полторы минуты на дистанции. Если вы спортивный врач, либо тренер, вы можете поделиться этими данными, цифрами, результатами со своими подопечными и наглядно продемонстрировать, что курение вейпа ухудшает спортивные результаты. Почему я делаю акцент именно на юношеский спорт? Ведь именно в этом возрасте начинаются вот эти все эксперименты, когда они смотрят друг на друга, а это сейчас очень модно. Сейчас по улице идешь и видно, то один, то второй затягивается этим вейпом. Спасибо за внимание, до новых встреч. Это был Ара Спорт. Всего доброго.